Фернанда, роковая птица. Петр с раннего детства любил голубей. Поэтому неудивительно, что когда он вырос, он завел себе ручного голубя. Так как жил он до сих пор с родителями, несмотря на то, что ему уже было 27 лет, и именно по этой причине не мог разгуляться с голубями. Ему было позволено иметь в доме только одного голубя. Этим правом, конечно же, он и воспользовался. Аргументы были разные за голубя. И то, что он тише, чем попугай, и то, что от кошки больше хлопот, а голубь он-то в клетке, который изредка вылетает по квартире полетать, и не делает много грязи, вполне приемлемо это. Он победил в этом споре и завел голубя, а именно голубку. И не простую, а что ни на есть редкую и породистую. Он завел английского карьера. Таких днем с огнем не найдешь, а Петр умудрился найти. Курьеры, международные доставки, и вот голубиха юная и очень красивая у него дома. Он долго ее тренировал. Как быть послушной, куда лететь, а куда нет. Вплоть до того, что она могла себе спокойно вылетать на улицу, полетать и вернуться через форточку домой. Так и было. Но беда была только в том, что голубка была теплолюбива, и выпускать ее с осени по лето было нежелательно. Просто могла замерзнуть. Поэтому Петр не выпускал, а вот летом – пожалуйста. Но и то, только по ночам. И причины на то были весомые. Ночью другие голуби не летают, а значит шанс на случайную беременность, и последующий выводок отметался как таковой. Да, летучие мыши были, но тем лучше. Голубиха летала недолго и быстро возвращалась. У Петра на душе было спокойно. Не подумайте, что у нее не было имени. Как и у любого домашнего питомца, Петр дал своему самое оригинальное имя, над которым думал две недели – Фернандо. У него был целый список потенциальных имен. А если бы его женщина, которой, кстати, не было, вдруг осчастливила бы его новостью, что он будет отцом, то и при этом он бы точно выбирал бы меньше и не так кропотливо, как имя для своей голубки. Это была любовь искренняя и взаимная. По крайней мере, так думал Петр. Эту любовь не одобряли его родители. Нет, они не говорили, что иметь питомца плохо. Они настойчиво рекомендовали к животному еще найти женщину, с которой он бы мог разделить свою любовь к птице. Но именно это Петра смущало. Он не готов был делить эту любовь с кем-либо. Ни за какие ковришки и ни за какие физические радости. Родители с этим смирились. Как-то весной, где-то в апреле, случилось непредвиденное, что навсегда поменяло стандартный уклад и Петра, и его семьи. Уйдя на работу, Петр оставил, как всегда, клетку Фернанды открытой, чтобы она могла свободно выбираться и летать. Окно, конечно же, он закрывал и требовал от родителей, чтобы ни при каких обстоятельствах его не открывали. Чтобы голубиха, не дай бог, не вылетела на улицу белым днем. Причины были описаны выше. И вот в один из таких довольно теплых деньков, когда Петр был на работе, а его мать рутинно убирала всю квартиру, она зашла в его комнату, чтобы также немного навести порядок. Парень есть парень. Первым делом ее нюх был прожжен неприятным запахом. Что-то среднее между сыростью и гноем. Посмотрев, что птица в клетке и не заметив, что решетка открыта, мать спокойно открыла форточку, будучи твердо уверенной, что птица из закрытой клетки никуда не денется. Надо было проветрить комнату, иначе вся эта вонь грозилась переползти в остальную часть квартиры. Пока форточка была открыта, мать прибиралась в комнате. Немного подмела, протерла пыль, и когда закончила, преспокойно закрыла форточку, при этом не заметив, что птицы более в клетке нет. Учитывая их взаимную любовь, она старалась на эту тварь божью вообще не обращать внимания. Закрыв форточку, она спокойно вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Вечером, идя домой в хорошем расположении духа, Петр, проходя недалеко от дома, заметил голубей, у которых уже начался период спаривания. Он любовался ими, переводя взгляд от одной, заигравшейся парочки, к другой. И тут его лицо резко переменилось. Он увидел, как на белом, красивейшем голубе, который очень сильно был похож на его Фернанду, сидел сверху старый, жирный и обдертый голубь и активно махал крыльями. Спаривался. Петр просто не мог поверить своим глазам. Сперва он хотел выкрикнуть имя своей любимицы, но потом убедил сам себя, что это просто не могло быть. Он закрыл окно, и она никак не могла вылететь из квартиры. Значит, это чей-то еще породистый голубь. Но какой глупец позволил бы своему голубю вот так дешево спариваться? Петр пошел в сторону дома. Но его продолжали терзать сомнения. Он боялся, что это могла быть его Фернанда. Поэтому он ускорил ход, чтобы поскорее добраться домой. Он почти что бежал сперва, а затем перешел на полноценный бег. Хотя уже и забыл, когда в последний раз бегал. А 100-килограммовое тело не особо позволяет набрать крейсерскую скорость, чтобы преодолеть еще каких-то полтора километра до дому. Вбежав в подъезд, он с глубокой отдышкой забежал на свой этаж, вошел в квартиру, распахнул дверь, вбежал в комнату и застыл на месте. Клетка была пуста. Форточка была закрыта. Значит, она тут. Значит, то была не его Фернанда. Он принялся звать ее, рассматривая все углы комнаты. Но ее нигде не было. Он прошарил всю квартиру, но птицы не было. Он наорал на мать. Так лялась, что птицу не видела и в комнату не заходила. Это была ее частая практика – врать. Она просто не верила в Бога. Отцу повезло. Он уже третий день был на рыбалке. Ему удалось избежать гнева. Петр вернулся в свою комнату и с неким опасением и страхом открыл форточку. Сел на кровать и уставился на окно в ожидании Фернанды. Он хотел и одновременно очень боялся, что она влетит в окно. Возвращение – это прекрасно. Но возвращение после того, что с ней сделали – это ужасно. Он просидел, не двигаясь, 40 минут. Фернандо влетела в форточку и сразу же залетела в клетку. Принялась жадно клевать корм и пить воду. Глаза Петра увеличились в разы. Он видел на ней грязь и чужие перья. Это было возмутительно. Он закрыл клетку и форточку и снова уселся на кровать. Несколько дней он делал вид, что ничего не произошло. Поглядывал на Фернанду, ходил на работу и уговаривал себя, что это нелепая случайность. Один раз, придя домой, он увидел, что Фернанда из перьев строит гнездо. Его сердце опустилось до низа живота. Худшие подозрения оправдались. Это нельзя было больше скрывать. Петр запил. Пил он часто и отчаянно. Еще через какое-то время Фернанда отложила яйца. Их было два. Петр теперь смотрел на нее, как на женщину, которая изменила и не покаялась. Ложась в постель каждый вечер, он использовал в ее адрес такие слова, как «сучка», «проститутка» и «шалава». Вряд ли эти слова что-то говорили птицы, которая сидела на яйцах. Но для Петра эти слова означали многое. Он дал себе слово дождаться, пока они вылупятся. А там будет понятно. Все же он еще очень сильно любил Фернанду, несмотря на ее измену. Еще какое-то время спустя птенцы вылупились. Петр знал, что в первую пару недель тяжело сказать, на кого они похожи, ведь они были без перьев и слепые. Он решил ждать, выполняя свой хозяйский долг. Кормил Фернанду и помогал ей в обустройстве гнезда. Кульминация настала через несколько недель, когда он понял, что у его породистой питомицы родились самые обыкновенные уличные голуби. Внешним видом они ничем не отличались от того жирного голубя, который приходился им отцом. Это было оскорбление, которое он не мог пережить. Очень сильно выпив, он был в своей комнате и лежал на кровати. Смотрел в потолок, затем переводил взгляд на Фернанду и ее вылупков. Он искал ответ на вопрос, кто в этом виноват. Он думал долго, очень долго. Он винил Фернанду, затем мать, потом мать и Фернанду, потом себя, что он вообще живет с матерью и такой распутной Фернандой. Мысли гуляли по кругу. В три часа ночи в его голову пришло решение, а вот в четыре часа ночи он его реализовал. Он встал с кровати, взял сумку, собрал самые необходимые вещи, открыл клетку Фернанды, открыл форточку и остановился снова возле клетки. Он смотрел на свою некогда любимицу в последний раз. Ему не нашлось, что сказать. Он не хотел напоследок с ней ругаться, но и что-то теплое он также не хотел ей говорить. Молча посмотрев на нее десять минут, он вышел из дома с сумкой в руках, ничего не сказав своим родителям. Через день, когда мать заметила, что ее сын не приходит домой, она позвонила ему. Он коротко сказал, что съехал и просил его больше не беспокоить. Положил трубку. Мать сперва порадовалась. Потом зашла в комнату и заметила птицу с двумя птенцами, которых ранее не видела. Возле клетки она нашла записку. Птицу не кормить, окно не закрывать, клетку тоже, через две недели они улетят. Петр. Положив записку на место, она вышла из комнаты и закрыла дверь. Две недели все же она потерпеть может. Она терпела 27 лет, поэтому две недели не самый большой срок.